МОДЕРНИЗАЦИЯ Новины Минщины на нашем канале, у студии Сергея Манько. Вітаю вас и головное у выпуску. Молоко у квадрате. На Минщине завершается модернизация жывелого довли. Здесь раздатчик приехал, накормил. А на обычной ферме нужно, чтобы человеческий фактор все это делал. Виктория Свирская про новую сторонку молочной истории. Сучасный подыход до доходов. Бега со сметця планует отримливать на новом полигоне у престоличи. Жаночие в образы у черно-белым у Борисови запрашаются на уникальную выставу графики. Мужчинам было интересно посмотреть на женский взгляд, на такие вот интересные выражения женской красоты. Починаем выпуск из оперативной информации из молодежного широкого школ города. Сегодня отменили занятки, а в ушне отпустили по домах. Початок учебного года сапсовали поведомления невядомых об небытое минирование эдукационных установок. Поведомления поступили у адрес керауниства школ города. И к приняту в таких выпадках неоткладно пошелась эвакуация детей и персоналу. Паники не было допущено, не было каких-то криков, бега. Очень быстро дети были вывезены. Приехали на место машины скорой помощи, машины МЧС. Сразу были вызваны саперно-перотехнические группы, в частности спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз», а также аналогичная группа внутренних войск МВД. Туда же выбыли специалисты Министерства внутренних дел, УВД именно облазполкома, представители Следственного комитета, которые проводят разбирательство, кто сделал данное сообщение, с какой целью они это сделали. И по самой опошней информации оперативники обследовали усея эдукационные установок города. Ни яких выбуховых простасований у Незнойдина. По воде прокурора Молодежинщины Роберта Зубраилова узбуджена криминальная справа. Правоохранники устанавливают особо злочинцы. Протягиваем выпуск. Молоко в квадрате. На Минщине завершается модернизация живелога доля. Один из буйнейших на Борисовщине вытворцев у сельгаз предприемства «Великие новоселки» рыхтуется до «Великого новоселья». В ближайший час тут сдадут в третью чергу молочно-товарного комплекса на 500 живелов. Взведение объекта стало махчимым, как только господарку долучили до комбината хлебопродуктов. До этого живелы размещались на некольких фермах, а продукционный статку жадало лепшего. До того ж на старых фермах не могли забеспечить належные умовы працы для работников. У новых помешканьях почнуть отримливать продукцию экстра-класса. Виктория Свирская про новую сторонку молочной истории. Молочно-товарный комплекс вырошили узводить еще в 2004 году, але тогда возникли питания с финансованием. Справа зрушилась из мертвой кропки, как только господарку долучили до Борисовского комбината хлебопродуктов. И уже раз в год после того, как предприемство взяло под патронаж «Великие новоселки», первая черга комплекса была сдадена. Не примусила себе долго чекать и другая черга. В 2010-м ящепал тысячи коров, переселились и у новые апартаменты. А супрационники господарки уздыхнули легче. Коли ранее люди працавали без выходных, то сегодня компьютеры и техника узяли на себе значную частку обовязков. Вот именно на этой очереди у меня здесь работают два скотника и два механизатора. Один на навозоудалении и два, которые убирают, соскрывают, смотрят за аппаратом здесь. Здесь раздача механизирована. Навозоудаление тоже самое. Не настолько много занято ручного труда. Здесь раздача приехала, накормила. А на обычной ферме нужно, чтобы человеческий фактор все это делал. Наталья Городицкая всю жизнь провела в городской квартире. Про вязковые будни и не задумывалась. Але так склалася, что пришла працавать на ферму. Думала, на непротяглый час оказалась надолго. Здесь я, можно сказать, с первых дней. Вот ферма открылась 9 ноября, а я пришла 16 ноября. Вы знаете, просто берет гордость, что вот так вот работаешь на такой ферме, где все тут компьютеры, где все на кнопочках. Пришла работать на полгодика, а втянулась и все. И сейчас у меня, наверное, палка отсюда не выгонишь. Новая форма, новость мест. Сегодня тут готовы освоивать все новинки молочной живлагодоли. Тесно працуют с навуковцами. В Витебском работали по здоровью скота. И с Жодино работали тоже по здоровью. Но сейчас мы остановились по рекомендациям Министерства сельского хозяйства с фирмой АСТОР, которая нам поставляет добавки корма, помогает составлять рецепты кормления. И мы с ними нашли работать с марта месяца. Ну и результаты есть. Третья черга комплекса еще больше посприяет комплексному подыходу в творчестве мяса и молока. Сегодня сельгаз объект на завершальной стаде будовництва. Выполнена отделка на 90%. Осталась вторая покраска и устройство чистовых полов. В данный момент идет подготовительная работа к чистовым полам. Затем заказчик должен смонтировать технологическое оборудование стоиловое. И в принципе можно принимать коров. Больше 20 млрд рублев освоено за столице еще 10. Третья догульного кошту. Коли гроши будут выдаткованы у термин, то уже в этом месяце великие новоселки справят черговое новоселле. Виктория Свирская, Максим Ргауню, Минщина. Сучасный подыход до смети. Новый полигон для твердых бытовых и доходов плануется обладковать у престолицы. Для предприемства по перепроцовуции смети теперь ведется пошук придатного земельного участка. Плануется, что на этом объекте на протягу 5 годов укоронять технологию паздобычи биогаза. Теперь на большинстве иснующих полигонов вокруг столицы в связи с поверечением объемов отыходов отживается недохоб свободных площадей. Так все это завершается термин эксплуатации, увиденного 45 годов тому полигона Прудища, поблизу Колодящего. Новая пляцовка вырешит проблему взвалок только на некоторый час. В перспективе смети повинны приносить прибыток, а тому на полигонах отыходов активнее займутся перепроцовкой смети. Мастатство в черно-белом. В Борисове проходит выстава графики Вольги Гарушьянец. Аутор народилась и выросла в Казахстане, а теперь живет семьей в Борисове. Мастак-педагог по адукации и она протягивает спробовать себя в разных жанрах. Больше за 30 графичных творов у мастачки присвечены пригожости женочих образов. А прочь звыклой черно-белой графики тут представлены работы с выкористанием компьютерных технологий у колеры. Аутор в своих творах раскрывает людей про синтез линии и колеру. Аматоры у мастатства запрошаются на выставу до конца вересни. Мужчинам было интересно посмотреть на женский взгляд, на такие вот интересные выражения женской красоты, может быть. А женщины уже относились более тонко, более, может быть, изысканно, подбирая какие-то, может быть, к себе образы, примеряя. Ведь это такая интересная игра цвета и образов, что потом можно перевоплотить, может быть, в своих каких-то фантазиях, раскрыть, может быть, свои какие-то внутренние особенности своего характера. Белазовский аккорд – что годовый республиканский конкурс молодых эстрадных выканавцев пройдя в Жодзина у Апошней выходной вересни. На сцене Палац культуры Белаза выступят молодые таленты из Минска, Могилева, Гомеля, Борисова, Жодзина, Лиды, Пружанова, так само из России и Украины. То вот, через поборнество пройдут все два этапа – конкурсный день и голоконцерт с церемонией в Знагороджении. Выканавцы, которые прошли в финал, выкануют программу с президентским оркестром под кераминством Виктора Бабарыкина. Все это – музычный форум сберет вокалистов уже в 12-й раз. Головная мета – конкурс и пропаганда национального мастерства. Там у репертуара кожного отделника повинны быть песни на белорусской мове. На этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи.